Рыцарь 21 века Мы даем ему нагрузки, соответствующие его физической подготовки. Чаще всего на тренировках мы занимаемся общей разминкой, затем бег, ОФП, СФП, специальная физическая подготовка. Нарабатываем технику, даем ему какие-то новые материалы. Затем происходят спарринги, когда дети друг друга бьют, им это очень нравится. Базовые стойки и семь основных ударов при желании освоит каждый. Для занятий достаточно тимбары, щита и шлема. Их можно сделать своими руками. Правда, на соревнования с самодельным инвентарем могут и не допустить. Минимальное снаряжение – это шлем, щит и тимбары. В принципе, для соревнований требования более высокие. Там есть защита корпуса, защита ног. Потому что, когда мальчишки такие, ну, повзрослее сражаются, да, там, конечно, и динамика другая, и сила удара у них очень высокая. Современные рыцари могут быть вооружены не только мечом, но и саблей. Их отличает друг от друга в первую очередь форма. Кстати, занятия СМБ помогут повысить уровень не только физической, но и исторической подготовки. Мы знаем, что там до прихода огнестрельного оружия, там, до 17 века, да даже и дальше, собственно, казачья практика работы с шашкой, да, она там до середины 20 века активно практикуется. Мы знаем, что на Востоке, в Японии, например, очень блюдут свою историческую традицию. Там есть кендо, например, деревянная палка. Специалисты утверждают, интерес к истории пробуждается после нескольких занятий современным мечевым боем. На то и расчет. Одна из главных задач студии «Живой истории Хронотоп» – сделать науку о прошлом популярной, рассказывая об уже знакомых по учебникам событиях доступным языком. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова